Умер президент одной страны. Ну как умер? Туннель, свет в конце туннеля. Летит это он, летит, летит. Летит, опять летит. Долго летел. Очень долго летел. Вылетел вокруг светло, тепло и мраморная дорожка впереди. И вдруг голос откуда-то сверху, как в аэропорту. Мы благодарим вас за то, что вы воспользовались нашими небесными авиалиниями. Ваш рейс, жизнь окончен. Далее следуйте по маршруту небеса. Ну, куда дальше по маршруту? Только по мраморной дорожке. Пошел президент по мраморной дорожке. Доходит. Перед ним большая белая арка. Стол. Все белое. Белый архангел сидит. Ноутбук перед архангелом белый. О, заждались мы вас, господин президент, заждались. И место вам уже теплое приготовили. Все, ждем вас здесь. Ждем. С нетерпением. Вот только дорожка черная. Сходите по ней. Возьмите флешку со своими заслугами, чтобы дальше двигаться. Пошел президент по дорожке. Идет, 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 идет. Перед ним старая развалюха хибара стоит. Заходит он туда, а в хибаре бабка. О, милок, здравствуй, жду я тебя, жду. Ты же мне новый дом обещал, новые хоромы. Вот не дожила до пенсии. Но получила новые хоромы. Спасибо тебе, спасибо, милок. Ты за флешкой пришел. Сейчас поищу. Правда, в хламе в этом потерялась она где-то. Начала бабка искать флешку. День ищет, два ищет, три ищет. Ну, никак не могу найти твою флешку с твоими заслугами. Может, ее и не было. Ну, поищу еще. Рылась бабка в мусоре. Разные флешки перекидывает. А флешек полно. Куча в этой маленькой избе. Куча флешек. Наконец нашла флешку. Отдала президенту. Вернувся президент к архангелу. Архангел вставляет ее в ноутбук. Да, много у вас заслуг. Много. Привыкли жить на широкую ногу. Красиво жить. Ну, и сейчас у вас будет должность не хуже. Теплая. Отличная. Правда, есть некоторые нюансы. Вы никогда не болели язвой желудка? Изжога вас не мучила? Вот, когда изжога мучает язвенника. Жжет все внутри. Печет. Ну, у него это в одном месте и не так сильно. А вот у вас будет везде. Гореть и печь. Ну, ничего. Ничего. Не страшно. Зато место теплое. Вы даже себе представить не можете. Зато все ваши желания сбудутся. Вы хотели быть поближе к Богу. Даже выше Его. Вот это место и предполагает. Наличие всех ваших желаний. Вы теперь звезда. По имени Солнце. Теперь вы сможете Выполнить все обещания, данные людям. Вы будете их греть. Выращивать им урожай. Все будете делать для людей. Люди-то без Солнца жить не могут. Отправляем мы вас в галактику Альфа Центавра. Звездой по имени Солнце. Будете там людей согревать. Добро людям делать. Я не хочу быть звездой, говорит президент. В этот момент Подходит мужик. Я что, умер что ли? Архангел. Ой, Василий Петрович, да. Это ж вы слесарь с завода. Он говорит, да, да. А ну проходите, Бог вас ждет. Проходите. Мужик ушел. Президент говорит, Я не хочу быть звездой. Я отказываюсь наотрез. Пропустите меня к Богу. Вы к Богу не записаны. Нет у вас в списках. Как так? Я же президент, я могу пройти. Нет, это вы там, на земле. Все могли. А здесь у нас строгий контроль и учет. Здесь все записано. Записаны ваши доходы, ваши расходы. А вдруг они у вас неправильно записаны? Нет. Господин президент, у нас здесь за всем следит искусственный интеллект. Он, конечно, чуть-чуть грамотнее, чем ваш на земле. Ваш же даже управлять стороной не может. А наш управляет полностью всей небесной канцелярией искусственный интеллект. Так что тут ошибки быть не может. И все равно я должен пройти к Богу. Да нет. К Богу вы не должны пройти. Не записаны. Нет у вас в списках. Так что давайте отправляйтесь выполнять свои теперь прямые обязанности. Звездой созвездия Альфа Центавры. Не хочу я быть звездой. В этот момент президент просыпается в холодном поту. Проснулся, лежит на кровати, не поймет, что такое было. Тьфу, блин, какая чертовщина, только не приснится, а. Надо скорее ехать в резиденцию. И в резиденцию с охраной на машинах. Приезжает в резиденцию, а там его пресс-секретарь встречает. Да, господин президент. Он говорит, подожди, я тебе хочу рассказать сейчас такую вещь. Он говорит, господин президент, подождите. Здесь один видеоблогер про вас выставил такое видео. Видео называется «Страшный сон президента» или «Звезда по имени Солнце». Да. Что-то надо менять. Подумал президент. Иначе сон-то может стать явью. Каждому свое. И, кстати, слова эти не Гитлер сказал. Он их перевернул. Изменил смысл этих слов. Так что, может быть, этот сон и Гитлеру приснился когда-то. А может, кому-то другому. Пока история об этом умалчивает. Спасибо, что смотрели видео. Если понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. И ждем следующих стихов и рассказов.